Всем приветики! Алиса, какое сегодня число? Сегодня 1 июля. Алиса, какая сегодня погода? Сейчас в Мурманске плюс 8, пасмурно. Дождь начнется днем и продлится около часа. Температура будет до плюс 8, а вечером плюс 6. Ожидается небольшой дождь. Алиса, когда я смогу в этом сезоне поносить третье платье? Сразу после осени. Шутка, хотя и правдивая. Вы поняли, да? Вы меня балуете? Варенье. Вон еще в вашу вкус придет. Да, я сейчас достала. Спасибо. Все, больше нету. Больше нету, все отдали. Спасибо. Клубник. Я посмотрела. Клубник это очень ценно. Мне маме можно клубнику. Смотри, там, наверное, сахар. Это не клубник, это смородина красная, кажется. Да? Держи красную смородину. Да риска делала, наверное. Ну, кровью. А может, малина это? Нет, не малина. Это, кажется, красная смородина. Знаете, ягодки кругленькие. А может, земляненькая? Ну, короче, когда открою, тогда узнаю. Спасибо. Оно как желе получается. Нет, не желе. Нет, ну, все равно, видите, к желе немножко. Короче, спасибо все равно. Чтоб там не было. Вы домой? Да, я все сделала. Ольга Александровна меня балует. Принесла мне до этого баночку черной смородины, баночку плепихи, баночку клубники. Она едет в отпуск и решила, наверное, запасы все отдать мне. А себе чем-нибудь закроют свеженького. И вот сегодня тоже баночку принесла, не знаю чего. Ну, все пригодится. Огромное ей спасибо. Вернее, не она принесла, муж ее сейчас принес. А я вяжу очередного динозаврика или дракошу. Это вот запчасти от этого зверька, животного, рептилия. И я так думаю, что драконов на самом деле не существовало. Были динозавры, но драконы тоже сказочные персонажи. Созданные на основе динозавров, которые жили до нашей эры. О, уже дверь открыта. Здрасьте. Мы сейчас открыты двери. Меня сдали. Моральный ущерб от перекрестка. Видишь, как я долго. Взяла эти творожки. Стоит иконива. Ну, хорошая фирма, с черничкой, хорошие творожки. Стоит 65 рублей. Желтый ценник, скидка 44 рубля. Взяла, пошла на кассу самообслуживания. Я пробиваю 65 рублей. Вот эти вот тоже со скидкой, они по 34. А так они по сколько-то много. Скидка прошла. Допустим, эти конива по 65 рублей. Это так, с этими. Вызываю сотрудника. Сначала отдала и два. Потом, смотрю, у меня это еще пробито. Вызываю еще одного. Удалили. Опять она приходит. Я же только что отнесла. Я такая про себя еще раз сходите. Я что, виновата, что вы так ценники ставите? А у них все время так. Вернулась назад и взяла еще вот такие вот, у которых по скидке. Оказывается, самообслуживание все. Я пробиваю, сразу вижу, что у меня пробито. Я и прочу там, а иногда прихожу, прикладываю к этой вот. Проверяю цену, я иду обратно. И вот два раза. Они все время дурят. Вот, и у меня ценники на электронной почте, чеки на электронной почте. Я тебе сейчас скажу, две суммы мы приплюсуем. Все время дурят там. Салат по скидке прошел. Тридцать четыре рубля. Вот такой вот салатик. Так что он рублей синий, то стоит. Три-четыре рубля. Морковку сделала, тебе не мытую. Я люблю такую. И все завернула в такие пакетики. Короче, на, все. Вот, вот, что твоё. По длинному полю там хожу. И главное, я еще вернулась, когда это, я думаю, может я ошиблась. Может у них что-то сдвинуто. Нет, читай, эко-нива, с клубникой, 44 рубля. Там 65 рублей, пожалуйста. Это все время такое. Ну. Это обман идет, Лена. Ну, конечно, чтобы люди брали. Хорошо заживает. Не, ма, заживает сухая ранка, все. Все зажило, отлично. Давай голову во вторник помоем тебя. Сегодня что, у нас суббота? Воскресенье, понедельник, два дня. Причем голову будем мыть выборочно. Рану трогать не будем. Буду мыть все равно вокруг раны. Рану нельзя трогать, ма, пока она не отвалится. Ну, вообще, хорошо заживу. Терпи, уже два дня потерпи. Во вторник я... Да, я уже пью. Я во вторник приду, я тебя помою. Киселя тебе полтора литра принесла, так что пей на здоровье. Поняла? Да я больше ничего не отвращения к еде. Ну, вот, йогурты купила еще и кисельчик. Ну, только йогурты перемешивай, потому что там ягодка на дне, а творожок вверху, чтобы творожок был перемешан с ягодкой. Поняла? Вот такие вот. Ой, вот эти чудо, смотри. Чудо творожок называется. Творожок два слоя. Ягода внизу, творожок вверху. Перемешать надо. А то ты, я бы у нее при мне наела, очень невкусно. Я говорю, так ты же не перемешала с ягодой, поэтому тебе было и невкусно. Поэтому перед едой перемешивать снизу. Поняла? Я только подъехала к дому на улице, как все потемнело, как ливанул дождь, набежала до подъезда, вся вымокла. У нас киска-лиска смотрит за птичками. Я не могу, мне так интересно за лиской наблюдать, как она охотится. Скажи, мне так здорово, мне так забавно. Ой, там птицы какие-то, птицы. Так за ней интересно, такая же охотница. Все на ходу сметет, все на ходу. Если она бежит, там птицы, она с коридора на окно, на стул, все падает, все летит. Лиса бежит, охотится. Так тихо, на кактус сейчас лапой станешь мне. Будем потом занозы вытаскивать. Вы только полюбуйтесь, вы только поглядите. Я первый раз такое вижу, чтобы голубь забрался на кормушку. Слышишь, ты тяжелый. Ты тяжелый. Ты сейчас ее оборвешь, Лиса, прогоняй. Уходи. Не боится. Вообще не пуганно. Это Решкин муж. А? Не борзей. Иначе кормушка слетит. Кстати, я ее купила сколько? Уже два года прошло, наверное. Как приклеила, обезжирила, на присоску приклеила и все. И так она держится. Гляньте, уже солнышко. Ну, это Мурманск. Это Мурманск. У нас так. У нас то солнце, то дождь, то солнце, то дождь. Это может меняться целый день. Туда, сюда, обратно. Слушайте, я подписана на одного блогера. Он называется канал под объективом. Он с Украины. Он с Днепра. Он чисто про-украинский. Про-украинский, как правильно сказать. Он ни за каких, ни за россиян. Он чисто за Украину. Но он против войны. Он хочет, чтобы она быстрее закончилась. И, как бы, ну, такие видео просто у него обзорные. Что происходит на данный момент. Что в магазинах. Что там, ну, бахать, не бахать. Вот такое. Я иногда захожу на его канал. Редко поглядываю видео. Вот. Зовут его Александр. И тут что-то меня название заинтересовало. Тотальный контроль. Тут хотя бы живыми залишиться. Хотя бы живыми остаться. Кстати, он вел канал на русском языке. Как только все началось, вел на русском. И потом через время все в протест перешел на украинский язык. Поэтому я сейчас вам немножко включу его. И переведу, что он говорит. Я украинский знаю. Ну, тоже не все слова. Могу что-то и не знать. Вот. Ну, блин. Там вообще, там просто же. Просто же. Я давно уже не комментирую происходящее. И не хочу даже сейчас комментировать. Я просто констатирую факты. Потому что столько событий происходит. Это просто на голову не оденешь. И комментариев никаких не хочу давать. Каждый считает, как считает. Знает, как знает. Сколько людей. Столько, как говорится, и мнений. Поэтому давайте просто послушаем. Вакцинацию. Дорослый у нас. Доброго дня, люди мои дорогие. Трошки помолакаем про новины. Добрый день, люди мои дорогие. Немножко поговорим про новости. Законопроект 41-42. Яка эпидемия? Законопроект 41-42. А какая эпидемия? Для чего нас готовят люди добрые? Для чего нас готовят? Проект 41-42. Проект 41-42. Передбачаю примусовую вакцинацию. Дорослого населення и детей. Этот проект предусматривает принудительную вакцинацию взрослого населения и детей. И детей. Слушайте. Просто жесть. Вы представляете, что они хотят внедрить? Вы представляете, что они хотят сделать? От вакцинации. Звольнение с работы. За отказ от вакцинации. Увольнение с работы. Если это детина, значит... Отлучение от учебы. Если это ребенок, отлучение от учебы. От дошкольного учеба, детский сад не будут брать детей. Дорослым извольнение с работы. Выключение нераховности. Если на вас... Ну, короче, взрослых увольняют. Выключение нераховности. То есть забирают у вас недвижимость, нераховность. Да, недвижимость. На ваше имя есть автомобиль. Значит, выключение и автотранспорта. И все это идет, и тиме. Как они там написали? Слушайте, ну, он говорит, если есть машина, значит, забирают нераховность. Может быть, недвижимость оставляют. А вот какие... Ну, короче, машины забирают. Это то, что он говорит. На потребе борьбы с эпидемией, представляете? Та висновок такий, что... Я так думаю, ну, предполагаю, да? Зараза цей заколот на АЭС. Потом скажут, что стався вытек какой-то миссии с радиацией, какой-то там пандемией. Слушайте, здесь я немножко не понимаю. Ну, то есть сейчас они скажут, что-то происходит с чем-то. Потом скажут, что это радиация. Здесь что-то вообще для меня немножко сложно перевести. Ну, то есть что-то якобы происходит, и от этого нужны делать прививки. Вот нас колоти от ней, от радиации. Вот, будут колоть от этого. Я наперед знаю, что будет какой-то вирус. Вот как они наперед могут это знать? А как они наперед могут знать, что будет какой-то вирус? То есть якобы хотят колоть людей от какого-то вируса, который еще не существует, что ли? Ну, я думаю, что они повяжутся и с витоком, да? С витоками. Но есть еще вариант заболевания, который они разработали еще задолго до войны. Не знаю, не знаю. Знаю одно, что это геноцид и зачистка территории. Не знаю, не знаю. Знаю одно, что это геноцид и зачистка территории. От нас. Все дуже просто, люди мои дорогие. Они нам все кажут наперед. Предупреждают, кажут наперед. Не приховывают даже при этом ничего. А мы оборюемся между собой, сваримся. То есть нам все говорят наперед, ничего от нас не прячут. А мы между собой ругаемся, ссоримся. Ничего не делаем, чтобы их остановить. При ковиде кто-то вакциновался, кто-то не. Меньше борется. Меньше борется. А большинство, как это стадо. Нас готовят до полного уничтожения. Это мне так кажется. Это жах. Почему какие-то люди уявили себя богами и решают, кому жить, а кому умерть? Почему какие-то люди себя сочли богами и решают, кому жить, а кому умирать? Поверостало доброе. Ну, как бы такая вот тема, какая-то обязательно у них вакцинация. И люди пишут, цепь против конституции Украины, против людства. Ну, то есть какой-то бред. Ну, вот и люди пишут тоже с Украины на украинском языке. Глобалисты, клятия. Все против народу. Ну, это просто внутренняя ситуация. Это никак не связано с войной. Вот, нахрена вот так вот. Я вообще, я в шоке, я в шоке. Чтобы у нас такое ввели. Обязательную вакцинацию. Иначе тебя уволят с работы, не возьмут в садик, не возьмут в школу. Это, блин, такой бред. Это просто, просто невероятно. Так что, кому интересно, можете зайти на этот канал под объективом. Хороший молодой человек. Ну, просто он все рассказывает. Вот Днепро сегодня. Простая, ну, простые будничные дни, ракеты. Ну, как бы просто рассказывает про жизнь. Это не то, что он прям, я же говорю, это не то, что человек, не подумайте, он прям про Россиюшки какой-то. Нет. Он чисто с Украины, чисто за Украину, но какие-то вот такие ситуации, которые там происходят внутри, и которые он считает неправильными, он это все озвучивает. Я считаю, правильно делает. Так, что так. Что за стадо тут на окне? Что за стадо? Идите отсюда. Все, поели. Брысь. Ладно, все, на сегодня все. Видео снимать больше не планирую. Вот, я свечу включусь. А так, все, на сегодня всем пока. Всех люблю. И, конечно же, на новых видео.